В этот день у военнослужащих 115-го зенитного ракетного полка по плану было три полевых выхода и одно учение. Времени для ничего не делания здесь нет. Один объект сменяя другой, солдаты, побывав в намеченной точке дислокации, нацеливаются на другую. Собирают полевой лагерь, приводят в боевую готовность военные машины. В числе солдат военнослужащие командного пункта, второго зенитно-ракетного дивизиона, роты материально-технического обеспечения. Сработать нужно быстро и слаженно, следуя к обозначенному пункту, организованной колонной. В ходе так называемой учебной тренировки множество непростых задач, в числе которых оперативные приведения в походное положение обновленной техники. Основная наша сегодня задача – это повышение живучести подразделений. Мы перевооружились не так давно на новые зенитно-ракетные комплексы С-300, которые являются мобильными. Время перевода дивизиона в походное положение составляет всего лишь пять минут. Поэтому личному составу, помимо комплекса, помимо техники боевой, необходимо и весь свой обоз, все свое хозяйство, и полевой пункт питания, и лагерь, тоже успеть в эти же кратчайшие сроки свернуть и разместить в новом месте. К середине недели военнослужащие уже осуществили три полевых выхода. Занятия проводились как днем, так и ночью, при разных погодных условиях. Если первые задачи командования солдатам давались непросто, то последующие выполнялись максимально грамотно и четко. Третья смены позиций доказала эффективность учений в целом. В прошлом году было немного полегче, в этом году у нас слишком много переездов, постоянно смены дислокаций. То есть мы только развернулись вроде, и уже нужна смена позиций происходит, уже переезжаем в другое место. Поэтому в этом году немного сложнее. Ну, справляемся. У нас каждый день график такой плотный, все время какие-то занятия, что-то делаем где-то. Очень интересно на самом деле. Обязанности распределяются между собой? Так точно. Здесь весь наш лагерь поделен на команды. У каждой команды есть свои задания старшей группы. Каждый знает, чем заниматься. По полевым выходам в таком насыщенном ключе. Учитывая, что работать приходится со сложной техникой и внимательно отслеживать угрозу словного врага с помощью непростых установок, можно судить о серьезности учебной тренировки. А о пользе учений говорить не приходится. Уже в первые дни сами солдаты ощутили подобный опыт бесценен. Приятно, что мы работаем в тандеме с нашими офицерами, что бок о бок работаем вместе с ними. Они помогают нам, дают ценные советы, ценные подсказки. И тем самым наша боевая готовность поднимается на новый уровень. На полевых выходах проявляют себя порядка 200 военнослужащих 115-го зенитного ракетного полка. В деле задействовано около 100 единиц техники. Поучаствовать в таком масштабном мероприятии пожелал бы каждый защитник неба. Позади ни одна смена позиций, ни один урок на выносливость и боевую подготовку. А в копилке достижений уже немало хорошо выполненных боевых задач. На сегодняшний день действительно профессионалы своего дела. Да, есть, конечно, моменты, на которых необходимо обратить внимание, потренировать, пошлифовать свое мастерство. Но в вопросах боевой работы, боевой техники люди добились на сегодняшний день высоких результатов. Вы знаете, что в прошлом году мы даже в международных соревнованиях участвовали. Планируем такое же участие принять и в этом году. Ну а такие вопросы быта, вопросы живучести, мы их шлифуем, тренируем. Я уверен, что и эти вопросы тоже поддадутся нам. София Бережная, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.